И вот звонит тебе потенциальный клиент и спрашивает Добрейшего дня, уважаемый видеограф Нам жизненно необходимо надо снять видео Сколько это будет стоить? А ты такой А в голове у тебя в этот момент Блин, блин, блин Сколько же сказать, сколько сказать, сколько сказать А вдруг я скажу много и он уйдет? А вдруг я скажу мало, а мог бы сказать больше? Ладно, была не была И в итоге ты такой 3000 рублей Узнали себя? Если нет, то это прям очень круто Но вот когда я начинал снимать У меня все это было примерно так Поэтому сегодня в видео я расскажу Как я для себя решил проблему с ценообразованием В одном из прошлых своих видео О том, где находить клиентов Я спрашивал, надо ли делать отдельное видео По ценообразованию В комментариях такие запросы были Поэтому вот я специально для вас делаю это видео Самое первое, что тебе необходимо сделать Если ты тот самый чувак из начала видео Это уйти от рандомных цен Называя какое-то случайное число И надеясь, что оно устроит заказчика Не называйте цену сразу Сначала надо нормально понять Что вообще заказчик от вас хочет Наверное, самый вот просто бесячий для меня момент Это когда мне пишут сообщение формата Здравствуйте, Никита А сколько у вас стоит снять видео? Это прям просто Аааа Я просто вообще Вот меня просто выбешивает это Какое видео вам надо снять? Что вам надо снять? Вообще Кто вы? Просто это вот То же самое, что Блин, я не знаю В продуктовый магазин зайти Спросить, здравствуйте, а сколько у вас стоит еда? Какая еда? Тебе скажут Тебе вот у нас полные полки всего Вот и я тоже думаю Блин, какое видео вам надо снять? Я могу вам снять там рекламу Корпоративное видео Интервью Клип музыкальный Что вы от меня хотите? За что цену вам назвать? За килограмм видео? Ну нет цены у меня за килограмм видео Как бы Я, к сожалению, не могу так отвечать Это у меня прям наболевше Поэтому извините, что я вот так сейчас резко сорвался на все это Прям не могу Ладно, давайте дальше переходить А то я могу долго про это очень жаловаться Поэтому запрашивайте техзадания И задавайте миллион вопросов о том Что конкретно от вас хотят Следующий этап Тебе надо обязательно начать составлять смету Смет это такой документ Где учитываются все расходы и затраты Отдельно по пунктам Потому что для клиента Например, сумма, если ты говоришь, что вот Видео будет стоить для вас 50 тысяч Для него это может звучать не очень Потому что 50 тысяч, например, это достаточно большая сумма А когда вы эти 50 тысяч расписываете конкретно по пунктам Все становится понятно За что платишь деньги За что это, за что это, за что это Сумма воспринимается гораздо легче Даже большая сумма Даже там не 50 тысяч, а 500 тысяч воспринимается намного легче Вопрос, как составлять смету, да? На самом деле очень просто Есть три основных этапа, которые смете учитываются Это, собственно, препродакшн, продакшн и постпродакшн Препродакшн это, собственно, подготовка к съемке На каких-то маленьких проектах Эту графу можно смело пропускать Но если так вот, как бы я уже раз объясняю То сюда входят такие вещи, как поиск локации Доработка сценария сюда может входить Работа со сценарием Поиск актеров, кастинг актеров Прочие всякие разные подготовки Которые, на самом деле, не очень заметны для заказчика, возможно Но они достаточно нехило жрут время Вот, как пример, у меня была одна съемка Когда я составлял, собственно, график съемок на пять дней Мне надо было учесть свою занятость Когда могут актеры По таймингу, чтобы мы успели все снять Потому что у нас был достаточно большой сценарий Ограниченный бюджет Нам надо было вот в пять дней впихать достаточно большие съемки И у меня, на самом деле, вот, ну, часа три ушло просто на то Чтобы вот составить просто график Какую сцену мы когда будем снимать То есть это, ну, даже если, блин, там, ну, 500 рублей час это посчитать То 500 на три часа, это уже там полторы тысячи Вот вы хотя бы что-то с этого заработали Они просто просидели три часа, потратили своего времени И ничего с этого не получили, как я тогда Продакшн — это непосредственно самосъемка Сюда входит, соответственно, работа оператора Других членов съемочной команды, актеров Там, визажистов, гримеров В зависимости от того, там, насколько у вас навороченная съемка Также аренда техники, аренда локации Могут сюда входить транспортные расходы Расходы на питание, проживание К этому мы еще вернемся чуть дальше Ну и постпродакшн — это уже создание заснятого материала, готового ролика Это монтаж, цветокоррекция, добавление визуальных эффектов Возможно, добавление дикторской озвучки И еще вот все вот эти вещи, которые связаны с работой именно на монтаже И самый важный момент — сюда же входят правки А теперь, наверное, самый сложный момент, который тебе надо будет определить самостоятельно Это своя ставка как оператора и как монтажера Ставки обычно считаются посменно Смена — это 8-10 часов Также возможен вариант ставки за полсмены Это, соответственно, 4-5 часов И есть вариант почасовой ставки Я его не использую Почему? Потому что в моем формате съемок, собственно, за час я нифига не успеваю снять Потому что у меня съемки — это, как правило, свет поставить Ну вот, кстати, в студии здесь у меня есть почасовой формат съемок Но студия — это все-таки маленько другое А так, с выездными съемками, я считаю, что почасовая ставка — это больше для репортажников и для фотографов Как это вообще все определить? Здесь можно узнать рыночные цены у себя в городе Какие цены твои коллеги выставляют, кто как работает Можно отталкиваться от себя Если уже есть какой-то опыт работы, определить, исходя из своего опыта И обязательно надо понимать, что входит в вашу ставку Вот если, например, вы решили, что ваша ставка за смену — это 10 тысяч Ну, условно, с потолка цифру взял Вам надо понять, что в эти 10 тысяч входит То есть, например, сюда входит ваша работа как оператора в течение 80 часов, например Камера, объектив, например И штатив, может, простой микрофон Все, не надо включать, я не советую, включать все оборудование, которое у вас есть, в вашу ставку Все оборудование сверхбазового надо включать в смету отдельно Давайте все разберем это на конкретном примере Допустим, вашему заказчику надо снять интервью классическое с ведущим, с гостем на три камеры Вот давайте сейчас прямо в Excel я открою табличку И на ее примере я вам расскажу, как я бы составил смету, если ко мне бы поступил запрос на такую съемку Так, вот мы в Excel, просто вот у меня вот есть такая вот табличка И мы начинаем сюда, собственно, все записывать Вот у нас первая работа оператора Работа оператора, соответственно, там можно все это уточнять, что работа оператора Это работа на площадке Использование оборудования И тут пишем за полсмены Так, стоимость, что там я говорю, ну допустим, 6000 Количество один Вот у нас появилось 6000 Дальше, например, мы вписываем работа ассистента Потому что если вы снимаете на три камеры То можно очень быстро офигеть за еще кучу света Звуковое оборудование, поверьте мне, я так делал Поэтому лучше, вот работа ассистента Тоже за полсмены Так, ну и ставка у него, там, например, кого-то берете, там, из знакомых помочь Там, в зависимости от того, с камеры, он без камеры Ну давайте 4000 напишем, просто сейчас не столь суть важна Мы все равно для примера делаем Дальше Дополнительные камеры Оборудование Так, у нас тут, например, две камеры дополнительные Сверх того, что идет в вашей ставке Там одна входит Две камеры плюс два объектива Плюс два штатива еще Надо не забывать, что нам еще нужны штативы Под каждую камеру Ну или можно написать все по одному Камера плюс объектив плюс штатив, например Вот так можно написать Подставить ценник Ну допустим, что у нас камера плюс объектив плюс штатив если то тут тоже зависимость от того там если это ваша не ваша в прокате там зависимость того какие цены ну например там ну пусть 2000 будет и 2 так как нам два комплекта всего этого надо дальше идем световое оборудование нам например надо на четыре источника света допустим плюс сюда же плюс стойки плюс софтбоксы тут тоже как бы во сколько это может оцениваться там это все зависимость того какой свет вы используете опять же свое не свое ну допустим там каждый в среднем там по не знаю по 700 рублей каждый источник софтом но это смешные цены конечно ну ладно в общем дальше звуковое оборудование тут у нас радиосистема ну и например рекордов радиосистема плюс рекордов но сколько это может стоить в господи ну пусть полторы тысячи так так ну вот все базовое оборудование которое нам надо для съемки интервью на три камеры я в принципе учел все у нас есть соответственно три камеры одна входит вот сюда в вашу работу например также две у нас вот здесь со штативами с объективами свет звук и ассистент который поможет вам все это выставить и который поможет например вам следить за одной камерой и звуком соответственно вы себя разгрузите не зашьетесь и не запорите какой-нибудь важный момент который можете запороть когда вы за все один отвечаете окно и соответственно вот у нас пока уже без монтажа получилась вот такая сумма например мы дальше вот здесь у нас идет уже пост продакшен пост продакшен монтаж вот здесь я указываю вот сами видите до трех пакетных правок может быть например до 2 и без создания сложной графики то есть базовый монтаж что такое пакетные правки пакетные правки на самом деле просто потрясающая вещь которая может сэкономить вам кучу нервов и кучу времени обязательно в смете вот указываете стоимость монтажа которую вы определили входит например вот три пакетные правки я обычно пишу так но уже склоняюсь к тому что надо до 2 опускаться пакетная правка это когда у вас есть список исправок который вам клиент отдает то есть вы смонтировали видео клиенту его дали клиент посмотрел и написал он список вот здесь вот здесь вот здесь вот надо исправить он вам этот список передал вот у вас есть первый пакет правок вы это все исправляете отправляете правильный вариант клиенту он опять смотрит и думает ага вот что ты здесь мне вот не понравилось то что исправили а вот здесь еще заметил то что первый раз не заметил и пишет вам вот опять вот это же все с таймингом вот здесь я хочу вот это вот здесь я хочу вот это вот здесь я хочу вот это все вы это опять исправляете там если у вас допустим два пакета правок все второй пакет правок закончен больше бесплатных правок нет все остальное оплачивается отдельно по работе монтажа смотри смотри с того как вы ее считаете это очень важно потому что иначе вас просто задолбают правками будут отправлять правки по одной будут отправлять правки потом одно и то же 500 раз исправлять потому что чё у вас же не ограничено можно вам там месяц писать что вы там один момент исправили потом второй момент исправили так для заказчика понятно что у него бесплатно ну как бесплатно входит стоимость изначального монтажа у него там до 8 2 пакета правок это его дисциплинирует понимает что ему надо внимательно смотреть видео и сразу прописать по пунктам все что ему не понравилось все что он хочет поменять это не будет растягиваться когда вам там написали вот поменяйте здесь ты поменял прорендерил а потом ой а еще вот здесь поменяйте ты опять исправил прорендерил а потом еще ой а давайте вот здесь тоже поменяем и все вот это вот растягивается растягивается и растягивается пакетные правки только пакетные правки и только ограниченное количество ну допустим там предположим у нас там какой-нибудь там часовой интервью тоже там от полос потолка я сейчас возьму цену или там получасовое там пусть это 5000 будет вам надо будет там условно смонтировать просто с трех ракурсов намонтировать там взять лучшие ракурсы там где надо и все это сделать и допустим заказчик еще хочет чтобы вы вначале там сделали анимацию его логотипа анимация логотипа пишем так ну и например ну анимацию логотипа там условно говоря там вы можете делать сами если вы умеете либо вы заказываете ее на какой-нибудь фриланс платформе типа кворка и там это вам обходится скажем там за полторы тысячи вам ее сделают например плюс на кворке есть комиссия за внесение наличных это надо обязательно учитывать кстати не забывайте про это и как бы вам еще надо будет взаимодействовать все это контролировать поэтому можно смело даже если полторы тысячи стоит сама работа 2000 до вписывать и соответственно нас до добавляется 2000 и надо еще сюда вбить да все у нас теперь все граф считаются и вот такая она собственно получилась стоимость полного проекта съемки интервью на три камеры но цифры я честно говоря с потолка взял то есть не мои расценки например просто вот для примера я такую смену составил и теперь из этой смены которая по максимуму можем взять просто скопировать так и что мы можем сделать здесь соответственно мы убираем например дополнительные камеры оставляем только съемку на одну камеру соответственно нам тогда особо не нужен ассистент ты дым ты дым оставляем свет но например меньше два источника света радиосистема плюс рекордер остается потому что потому что звук в любом случае вам надо как-то писать грубо говоря это у нас вариант минимум соответственно так давайте вот это удалим все вот то есть у нас здесь 25 300 получилось здесь вот у нас получилось 15 900 то есть разница например это чё у нас разница получилось в десять тысяч почти то есть представляете да а ну и соответственно как бы так как у нас один ракурс тут может быть например в варианте минимум дешевле монтаж потому что вам тут особо ничего не надо делать не надо там никакие ракурсы монтировать просто начало конец отрезать поэтому например там это монтаж будет стоить уже не 5000 а 2 если предположить что это у нас стандартный вариант то мы можем сделать еще чтобы заказчику лучше думалось мы можем сделать еще дороже вариант еще дороже вариант у нас соответственно мы можем например сделать не две камеры дополнительные а 4 то есть снимать будем на 5 камер то есть у нас будет одна общий план и по две камеры на каждого человека соответственно надо будет уже два ассистента соответственно что еще мы можем например сюда докинуть больше света мы можем сюда дополнительно еще накинуть звука для радио еще одну радиосистему с рекордером для так скажем подстраховки чтобы на каждом спикере было две петлички например и вы точно сто процентов не потеряли звук то есть чтобы всегда была подстраховка соответственно здесь у нас уже будет монтаж подороже потому что 5 ракурсов монтировать сложнее чем 3 анимация логотипа там можно тоже как бы потому что за полторы тысячи вам скорее всего сделают по шаблону ее можно там тоже дороже сделать там но это будет уже анимация там прям для вас сделаны специально там например это может стоит у меня на 7000 но я так предполагаю тоже и что мы можем сюда еще добавить отдельно можем добавить цветокоррекция я тут расписывать уже не буду что это значит вы уже так понимаете и цветокоррекция там тоже например там не знаю 5000 будет стоить ну и вот у нас получается три варианта сметы соответственно самый дорогой вариант у нас получился практически 50 тысяч вариант оптимальный у нас получился 25000 и минимальный вариант 12000 вот вы грубо говоря можете заказчику это отправить если он вам вообще про бюджет про свой ничего не говорит а и дальше он уже будет выбирать выбирают как правило конечно вариант средненький такой ну и собственно вот совсем вот этим вот за простую съемку нас интервью выходит вот такая вот сумма а сколько бы вы вот например назвали там от балды вот смогли бы вы точно также вот эту сумму большую назвать и для заказчика это все намного понятнее потому что вот вы здесь указали что вы эту сумму берете там что эти деньги не все там потому что вы вот хотите столько денег а потому что вот там камеры в аренду стоит столько-то а у вас их 3 не бойтесь у клиента сразу спрашивать бюджет чаще всего вам не скажут вам скажут а ну мы как бы не знаем это вы нам скажите сколько это стоит можете спросить это в таком ключе что я не пытаюсь у вас там выяснить сколько из вас можно денег вытянуть я просто хочу сразу понимать какие у вас есть ограничения чтобы учитывать их при составлении смет если вам скажут да понятно да вот у нас там ограничение там два нам надо уложиться в 20 тысяч ты говоришь все хорошо но при этом это не значит что тебе надо уложиться обязательно в 20 тысяч ты можешь написать максимальный вариант сметы или там средний вариант сметы больше потому что люди склонны занижать стоимость потому что они вам не доверяют они как бы тоже торгуются это уже момент торга они надеются сэкономить поэтому ничего страшного в том чтобы превысить бюджет который тебе изначально назвали клиенты нет у меня такое было что мне сначала говорили там одну цену в итоге я чуть ли не два раза больше людей взял и оказалось что у них есть эти деньги и они нормально были готовы с ними расстаться просто изначально опять же торг они смотрели соглашусь ли я на вот такую цену которую они хотят заплатить и это как раз переход к моему следующему совету не пытайтесь подбивать свою стоимость под бюджет клиента если ваши услуги стоят дороже чем бюджет клиента вот как я уже сказал не бойтесь указывать дороже но при этом тогда делайте вариант более дешевый и объясняйте вот в чем он проигрывает более дорогому если же клиент вам назвал там огромный бюджет вы понимаете чтобы ваши там расценки там в три раза ниже тоже не надо вот вам сказали вот у нас 100 тысяч и вы такие ну давайте до интервью за 100 тысяч с ними нормально мне подходит с кем-то это возможно прокатит а кто-то подумает что-то как то ну подозрительно вот прям 100 ты вот прям у нас 100 тысяч у вас эта работа 100 тысяч стоит да как-то это все подозрить в общем я бы так не делал я так не делаю если бюджет клиента сильно ниже вашей стоимости и вы вот понимаете что вообще вот даже там максимально там простой вариант вы не пропихнете под этот бюджет и клиент говорит что нет вот это вот финально вот у нас вот есть там 20000 все больше у нас нет но физически у нас нет мы не можем больше потратить тогда как бы задумайтесь улучшит ли эта работа ваше портфолио если вы понимаете что эта работа не сделает лучше ваше портфолио то нафига тратить свое время если вы как бы полноценно денег на этом не заработаете никаких себе там дополнительных плюшек виде крутой работы в портфолио не заработаете отказываетесь это кстати тоже вот важный момент который сложным мне было в том числе очень сложно было делать когда только начинал было тяжело говорить нет мне казалось надо вот каждую работу на все с собой шаться потому что это мой шанс денег заработать денег но по факту получалось что я просто снимал как бы за дешево работы которые вообще в портфолио выложить как бы я не мог потому что ну и формат был не очень клиенты странные там какие-то местами были поэтому но я считаю что надо говорить нет это нормально не надо браться за все подряд просто чтобы там чувствовать себя нужным я очень надеюсь это видео получилось не очень длинным что было реально полезно потому что я вот сейчас уже по времени вижу что я дофига наговорил просто я надеюсь что на монтаже это все сократится до кого-то более-менее вменяемые длительности но извините как бы очень много всего хотелось сказать очень много информации хотелось поделиться вот полноценно всем если я вам помог я очень рад подпишите в комментарии как вы разобрались с ценообразованием тоже будет интересно почитать а на этом у меня все до новых встреч пока 3000 рублей ну пожалуйста но за 2 этого ну давайте я бесплатно приеду давайте вам заплачу ну да можно пожалуйста снять вам видео я очень хочу снять вам видео пожалуйста нет не хотят